Вот что интересно Иисус сказал, Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стиха, здесь сказано 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем Он же сказал им, я виделся тому, спадшего с неба, как молнию, и вот я даю вам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражев, и ничто не повредит вам Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах И в тот час возрадовался духом Иисус сказал, славлю тебя, очи, Господи, небо и земли, что ты утаил себе от мудрых и разумных, и открыл младенцам ей, очи, ибо таково было твое благоволение И обратите внимание здесь дальше, и обратившись к ученикам, сказал, все передано моим отцом, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть И обратившись к ученикам, сказал им особо, обратите внимание, он опять обратился и сказал им особо, блаженны очи, видящие то, что вы видите Ибо сказал вам, что многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите и не видели, и слышать то, что вы слышали и не слышали Знаете, мы порой нашу жизнь измеряем, ну, как обычно, да, в делах, в успехах, в каких-то достижениях Мы смотрим на человека и смотрим, думаем, чего он достиг в жизни, чего он не достиг И от этого у нас есть определенная оценка ценности, да, вот критерий ценности жизни И порой мы тоже переносим это в нашу духовную жизнь Как и здесь ученики, они прибежали, они сказали, радостны, все, отлично, мы там, бесы повинуются Но Иисус сказал им одну важную вещь, он сказал, друзья, вот это вас не должно волновать Вот то, что самое ценное, самое важное, вы спасены, ваши имена находятся на небесах, записаны, да, это самое важное и ценное Это то, что, знаете, нас порой уводит, вот наш фокус духовный на какие-то второстепенные вещи Но самое важное и самое главное, что я спасен, у меня есть спасение Вот этому нужно радоваться, но Иисус здесь, заканчивая вещь, Он сказал, вот что особо Обратите внимание, когда говорится в Библии особо, Он говорит одну вещь особо Он говорит, вы блаженны, вы, значит, невероятно счастливы Потому что что? Бог вам открыл до этого, Он говорит, то, что многим людям не открывал Многие пророки и цари, они мечтали видеть, слышать, но вы видите и слышите И на самом деле, что мы видим и слышим? Мы знаем Христа лично Вот когда я думаю о себе, да, я думаю, на самом деле, я не знаю, почему я именно поверил в Христа Я смотрю, как это на чудо, потому что Иисус здесь говорит, да, кому Бог хочет открыть, кому нет То есть, другими словами, это нельзя запланировать Это всегда обращение человека к Богу, это не чудо Это нельзя, вот по поводу детей наших, да Мы смотрим, на самом деле, и мы думаем, это реально чудо, когда человек обращается к Богу Это нельзя это объяснить и понять Вы знаете, самое большое привилегие у нас, друзья, в этом радостная новость Лично знать Христа Потому что Иисус, это есть то самое сокровище, на самом деле, невероятно сокровище Именно во Христе, знаете, если человек не знал Христа, он получается зря родился, зря жив Аминь Да? А если мы знаем Христа, у нас есть возможность, на самом деле, это привилегия, которая открыта немногим людям Может, так сказать, мы избраны единицы, кто знает Христа Поэтому, друзья, давайте быть благодарным этому У нас самая лучшая новость, на самом деле И слово заключает в следующем Это сам Иисус Знать Его Общаться с Ним Поэтому, знаете, даже если ты, к примеру, слышал что-то Бывает так, что даже я могу сказать, во Христе Люди, которые в церкви Вроде бы в церкви, но не знают Христа Наша дочь сказала следующее Я была учеником церкви, но не была учеником Христа Я не знал его, фактически, его Поэтому, что я хочу сказать, на самом деле Друзья, вот лично познавайте Христа Узнайте Его Потому что это самое главное сокровище И самое главное невероятное новость Хорошо, да? Давайте помолимся И другим расскажем